да наш паровоз вперед летит вспомнилась ностальгия меня замучила я до этого скачивал почему-то она мне не захотела ходить то версия нашел нашел ходячую ходячую версию да сильно я заморачиваться не буду вот у нас тут к сожалению 1900 хотя в компании тебе дают еще и на ракете поиграть потому компании типа как обучаловочка есть но там ты можешь тут кстати вот можно выбрать противников можно и есть готовые есть не готовы противники то есть случайные какие-то как обычно как обычно все просто вот был уже давно я игрался в нее но кстати это та игрушечка которая да можно выбрать себе морду давайте тебе больше похоже где тут у нас любимый муравей до цвета можно строить тоже штаб-квартиру свою став квартира конечно сняла ролик мышка я убью тебя я тебя убью вот вот у нас такие оготочки есть родочки кстати употребляют все товары в городах есть свои предприятия какие-то определенные но например я могу город интегрирование тоскла есть рынки в городе вот желательно к рынку возить все есть у нас ну только два вида транспорта в это вот паровозы грузовики ну где в 900 году у нас грузовиков еще не дают вот электростанция есть да надо возить только уголь еще одна электростанция но это электростанция у нас работает на нефти две интересных электростанции рядом городом то даже не знаю вообще запись делается или нет сырая нефть обрабатывается здесь у нас производится зерно семья мэрфи текстильная фабрика прямо в городе построена зерно хлеб давайте тогда вот провожим первую веточку зерно хлеб я уже забыл честно говоря забыл вообще все это дело так тут надо ты нажать английский то так да только по-английски по надо нажимать честно я уже все напрочь по улетала из головы ну это жд станция строить колья станции здание отдельно строится то есть вот у нас жд станция ну они ограниченные в длине определенные надо нажать вот так получился на нас углубленное вот у нас здание место станут так сообщение я же мы тут в отличие от транспорт февер есть противники яичные есть вот возможность сдвоенный путь строить много чего есть интересного так где у нас зерно боли бриона о как-то у нас промышленности натыкано вообще бревна делает тут зерно производят очень даже интересно но это станция может обойтись без здания станции универсальные то есть нету грузовой станции тоже просто не судите строго я уже почти все подзабы стрелку мы прокладываем отдельно так и самое главное надеюсь запись таки ведет потому что бандикам он то пишет то не пишет то как с рабочего стола ему что-то надо писать то извините меня как вот чего то есть именно из игры игрушка старая до бандикам я может и вообще не поддержать никак возможно как с рабочего стола будет и я вот сейчас зря все рассказываем и будем надеяться что нет можно стрелки ложить кстати вот так вот это привычка уже к стрелкам и кстати это привычка до в самых первых тайкунах еще которые были вот такие вот там с квадратным тем более далеких девяностых если даже не в конце восьмидесятых да вот у нас есть но это игрушка реально очень полюбилась меня практически сразу же с первого взгляда и даже когда выходили там знаете то есть вот так нажимаешь он строит 2 и потом можешь сделать один это все на каждый щелчок мыши какие-то варианты тебе выдается райл руат там сидней раз райл руат дайкон трой руат 2 3 мне как-то вообще по сравнению с этой игрой не укатили они посмотрим просто я живу не ставлю себе никакой цели играть на этой карте все сейчас уже есть транспорт февер графика значительно круче и прочее просто то и из чего вот вырос транспорт февер на мой взгляд так а как прокладку линии делать вообще абсолютно ребята не снимает не помню да абсолютно не помню этого а это на карте что показывать как там за укладка линии и это уравнивать мосты строить высота списание для любви меня не помню камеры типа камеры и дают у нас а ты да я в таки все забыл нафиг по моему надо купить сначала паровоз ну вот да вот мой любимый конечно в этой игре локомотив железный герцог оказалось до транспорт февер 2 я в общем то и не знал что на самом деле это широко форматный ширококолейный локомотив ну дракон дракон конечно красавец моей древности мои любимые древности тут вот тоже есть параметры их не указаны все саксонский поезд эти вот возьмем а он кстати очень быстро исчезает очень быстро он исчезает этот паровозик большому сожалению насытной транспорт железная руда уголь реактивный пассажирский вагон слышно просто и название этот перевод какой-то загадочный до уголь по разновидности вагонов инструменты хлопок шерсть с низкими бортами но это естественно молоко нефтом сарая не холодильники есть холодильник вот под зерно до 345 а и вот у нас будет расписание вот надо менять масштаб а и перетягивать правой кнопкой мыши и при том вот так вот да вот станция и вот станция окей мы хотим увидеть как выезжает из депо наш локомотивчик как не уезжает а до отмашку надо забыл забыл дал старых игрок а кот и было надо было давать отмашку тут какой то есть вариант привязки камеры по моему я уже опять же это все забыл просто подраздновать привязка камеры можем привязаться к любому вагону можем привязаться непосредственно к локомотиву тендеру камеру можем привязать любое место наслаждаться да вот это вот тоже как-то закрыть нужно я уже сейчас не помню и какого а ну да на станции появляются все товары даже те которые вот мы не возятся и возятся которые просто производятся в тупую на этой станции но сами можете посмотреть на модели паровоза вагонов на вагонах вот как видите куча всяких там надписей как бы сымитированы их практически не видно но вот они есть да вот такие вот колеса не 3d не разу возвращаются до напоминает бумажную модель пароводика притом такое для детского сада но тем не менее по тем временам когда это игрушка только появилась вагонов колеса не путаться когда эта игрушка появилась по тем временам это было графика ну просто такова ничего ребята вот это да поэтому сейчас просто-напросто не для этого не для этой игры машины игра не для этой машины но старых биндах на старых машинах колеса отображались и задние все это у нас вообще все пропало а мы в гору ехали нас камера въехала в гору просто на я уж испугался не он знает он реально это на протяжении многих лет но был для меня лучший мой транспортный транспортно-экономический симулятор тротерия тут очень много видов товаров которые нужны которые продаются но из транспорта всего лишь есть паровозы повозок нет каком-то году появятся у нас автобусы появятся первые автомобильчики ну вот несмотря на то что у нас тысяча тысячи сотый год там не видно но чувачок у нас стоял такой вполне современной одежды в джунах там плеча-тая рубашечка без барабан не канадских аллашек либо нет аллашек на канадских игроках но все таки все ну в принципе я не собираюсь играть и не собирался делать по кастам всех транспортов и кучу это такое просто немножко ностальгии просто как-то вспомнил древняя старая любимая ручка я помню даже как-то так ко мне зашла девушка переночевать хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе кто-то скажет долба в небо я ну с другой стороны это так сестра моего друга я на моим хорошим другом было поэтому никаких у меня поползновений не претензий не было а вот то что занимало моим мозг это вот эта игра поэтому да показывал как как строить сложные маршруты как ставить вот развязки путевые чтоб там ну карта достаточно большая отяженная и на этой карте в общем то ну чтоб сэкономить деньги по одной линии много разных видов поездов приходилось пускать и иногда там вот приходилось ставить развязку чтоб какой-то скоростной товарный медленный пассажирский но я любитель древности вот таких вот поэтому они у меня служили долго никуда не уходили а скоростные поезда для них в некоторых местах где не встречались приходилось обгонный путь ставить да ну ударился воспоминания ну в общем просто хотел показать немножко картинку поностальгировать если кому-то понравилось не забывайте ставить лайки пушистых собачьих ставки хоть я не корее да спасибо за внимание до скорых встреч пока